Добрый день, коллеги! Среди двигательных расстройств особое место занимают мышечные дистонии и долгое время не было четкого понимания механизма их развития. И буквально до начала 20-х годов прошлого столетия дистонии относились к категории истерических проявлений. В дальнейшем, благодаря приобретенным научным знаниям, стало понятно, что дистония это неврологический синдром и двигательные проявления являются лишь следствием дисфункции сенсомоторных нейронных связей. Собственно, дистония сама характеризуется непроизвольными двигательными, неритмичными мышечными сокращениями, которые в конечном счете приводят к скручиванию, сгибанию или разгибанию и формированию патологических пост. Поэтому для постановки клинического диагноза нужны две составляющие. Это медленный, вычурный гиперкинез и в дальнейшем формирование патологической позы. Если говорить об эпидемиологии, то достаточно сложная эта задача, поскольку распространенность крайне вариативна и зависит она, во-первых, от страны, в которой эта статистика оценивалась, во-вторых, это зависит от того, является ли это учреждение не специализированным общей практике или же это специализированные центры под двигательным расстройством. Поэтому, по сути дела, статистика нам ни о чем практически не говорит. Достаточно сказать, что изолированные дистонии могут варьировать от 15 на 100 тысяч до 700 на 100 тысяч населения. С развитием научных возможностей были рассмотрены особенности эпидемиологии в зависимости от формы мышечной дистонии. Что известно, например, что изолированные дистонии, они могут носить генерализованные и фокальный характер. При этом, если говорить об генерализованных дистониях, чаще всего они дебютируют в детском возрасте, не имеют половой предрасположенности, определенными мутациями обусловлены. И, в общем, если они вдруг возникли, то они непременно генерализуются, вовлекая и туловище, и конечности. Если говорить о фокальных дистониях, они чаще всего возникают во взрослом возрасте и могут носить различную локализацию. Но что касается, например, дистонии музыкантов, то чаще всего это проблема лиц мужского пола. Цервикальная дистония – самая распространенная форма мышечной дистонии. Она поражает в основном трудоспособный возраст, не имеет половой особенно принадлежности, но и характеризуется различными типами течения от появления полной ремиссии через какое-то время, или же это прогрессирующие течения или персистирующие. Ну и, наконец, дистонии в области лица чаще всего поражают пожилое население на шестом-седьмом десятке жизни, и чаще всего это женщины. При этом чаще всего развивается такой синдром, как синдром Брегеля или Мейжа. При этом раньше Брегеля и Мейжа синдромы различали, поскольку считалось, что Брегеля – это дистония области лица с открыванием рта, а Мейжа с закрытым ртом. Ну, теперь эта граница стерта, и то и другое является синонимом. Что касается частоты определенных локальных форм мышечной дистонии, на первом месте это цервикальная дистония, но нужно хорошо очень знать клиническую феноменологию, чтобы дифференцировать цервикальную дистонию от различных псевдодистоний. На втором месте блефороспазм, все другие локальные формы цервикальной дистонии встречаются значительно реже. Что касается лечения, то мы с вами знаем, что лечение в настоящее время состоит из медикаментозных таблетированных средств, из методов химической денервации посредством инъекции ботулинических токсинов и некоторых хирургических пособий. Также нужно отметить, что благодаря научному прогрессу и приобретению значительной практики мы достигли больших успехов в оказании помощи пациентам с мышечной дистонией. И те состояния, которые раньше считались некурабельными, в настоящее время вполне успешно поддаются различным, правильно выбранным для конкретного пациента методом лечения. Ну вот вкратце и все, что я бы хотела сказать в отношении мышечной дистонии. Коллеги, я вас призываю повышать свое образование на различных мастер-классах, конференциях, которые в России очень часто и активно организуются. Спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok